Всем привет, с вами Димико и это школа ланчпада, пятый выпуск. Сегодня я решил разобрать для вас оставшиеся два режима работы ланчпада, это User2 и Mixer. Первый вопрос, для чего вообще нужен режим User2? User2 это дополнительные 64 пэда, которые пользователь может использовать на свое усмотрение. По умолчанию они не делают ничего, но благодаря существованию в Ableton такой функции как Midimapping, которым мы уже не раз пользовались ранее, в режиме User2 можно управлять эффектами, замапив их кнопы, фейдеры и кнопки, переключением дорожек, записью и так далее. Теперь мы берем любую кнопку, выделяем ее мышью, нажимаем на ланчпаде, и вот теперь у нас готов Midimapping, и убирая этот режим, мы видим, что она загорелась, то есть кнопка активна, кнопка на ланчпаде горит. Мы нажимаем, кнопка отключается. Чтобы мапить фейдеры и кнопы, нужно прочертить некоторую, ну, прочертить фигурально говоря, линию на ланчпаде, то есть мы нажимаем одну кнопку и другую, обозначая линию. И таким образом, простите, тут клипы все еще активны, видимо. Да, мы можем редактировать громкость. Видите, да, как она постепенно переходит. Список возможностей Midimapping можно продолжать, насколько у вас хватит фантазии, а у маппинга возможностей. Менее тривиальное применение режима User2 можно увидеть в роликах ланчпадера Trot. И о проектах на пэде User2 замаппины клипы и сессии, и таким образом их можно играть, как будто в User1, но с использованием квантизации и прочих плюшек режима сессии. Подробную информацию о режиме сессии вы можете узнать из выпуска школы ланчпада номер 4. К примеру, я взял какой-то один трек, Uppermost Life is Fight. Ну, вы можете, конечно, брать разные треки, у вас тогда получится красивый mashup. По-быстрому его разрезал на сэмпл, установил им хитрую квантизацию некоторым из них. Я уже сейчас не найду даже каким, наверное. Ну, вот он на 16-е, потому что они очень короткие. Вот таким образом. И, кстати, вот на эту верхнюю кнопку замаппил остановку. Потому что так удобнее, мне не надо как разрастенуться мыши. Вот и вам преимущество режима User2. И таким образом я перемапил, как вы уже могли видеть их, на User2. На все те же места, где они расплакуют. Вот этого я и не должен был делать. Вот так должно быть. Надо выйти из режима MIDI, прежде чем нажимать что-то здесь. Так же, как они в режиме сессии у меня стоят, я их так же перенес на режим User2. И теперь я могу, как вот вышупайменный Throttle, играть в режиме User2. То есть, все довольно просто. Таким образом и делаются красивые масшапы. Ну, как вы могли и видеть, здесь используется MIDI-маппинг. Оба применения, конечно, нашли свое место в роликах с ланчпадами. Пример ко второму я уже привел. А в качестве, к примеру, к первому, найдите ролик SkinnyFingers, где она играет трек iPhone Metrognom Remix. Там есть управление эффектом в начале. Стоит упомянуть, что в режиме User2 нельзя настроить подсветку, аналогичную подсветке в User1, без прибегания к сторонним инструментам и плагинам. Имеется лишь обычная желтая подсветка включенных кнопок, как я уже и упоминал. Теперь о режиме микшера. Этот режим присутствует здесь потому, что ланчпад изначально создавался как контроллер. Идеология примерно следующая. Чем меньше ты обращаешься к компьютеру при работе с программой клавиатуры, к мыши, тем лучше. Ланчпад лишь немного раскрывает эту возможность, так как является достаточно обычным контроллером. Эту идею широко развили в не так давно выпущенном Launchpad Pro, где вынесли на боковые пэды еще больше управляющих функций. Максимум же соответствия идеологии достигается при работе с аппаратами, которые носят название аналоговый секвенсор. Ableton, кстати, является цифровым секвенсором, чтобы вы могли почувствовать параллель. Итак, микшер позволяет регулировать громкость дорожек. Нажимаем кнопку WALL. У нас отображается громкость всех доступных дорожек. Вы можете видеть, как выболтен меняется значение. Следующая кнопка PEN управляет панорамированием дорожек. Я просто для показаний. Слышите, да, разница. Ну и также для каждой дорожки, так же как и с громкостью. Посылом эффектов. Эффекты A и B, которые у вас назначены вот здесь вот в Aboard. У меня как в проекте по умолчанию стоит Reverb и Delay. Вот это Send A, это посылом дорожку эффекта A, а Send B, посылом эффекта B, соответственно. Из этого режима вернуться в режим микшера можно, нажав кнопку Mixer. Видите вот эти вот пэды? Некоторые из них у меня горят, некоторые нет. Это возвращение к начальным настройкам, быстрое. То есть здесь возвращение к громкости, здесь к панорамированию, здесь к посылу эффекта. Здесь я нажму вот этот пэд. Видите, у меня громкость восстановилась до начального значения. Она была здесь. Также можно включать-выключать дорожки. Вот этими кнопками. Вот этой кнопкой можно включить все дорожки. Включать в них режим соло. Если нажать одновременно, можно включить режим соло у двух дорожек. Нажатие кнопки убирает все режимы соло. Можно останавливать воспроизведение дорожек, нажав какую-то кнопку с поддельности или сразу для всех дорожек. И помечать дорожку или опять же дорожки, если нажимать вместе, для записи. Так что здесь нет ничего сложного или хитрого, но если привыкнуть пользоваться этим режимом чаще, вы найдете ему широкое применение. И в своих проектах, кстати, тоже. Итак, задавайте свои вопросы в комментариях, если я еще не ответил на них в предыдущих выпусках школы. Скоро будет следующий выпуск с разными вопросами. Например, с тем, как можно брать ударный из трека или красивый нарез проект. А на сегодня это все. Жмите лайк, подписывайтесь. Меня радует, когда публика растет. С вами был Димико. Всем удачи. Всем пока. С вами был Димико.